Некогда врезкий купец, державший на месте торгового центра миллионы кондитерскую, сильно заболел. В своих молитвах он обещал, что в случае своего выздоровления накормит всех, кого встретит в этот день конфетами и сладостями. Чудо произошло, и купец сдержал свое слово. С того времени каждый год 13 июля он раздавал конфеты всем пришедшим к нему людям. В последующие годы людей в этот день кондитеру приходило все больше и больше, и он был вынужден разбрасывать сладости из окна. Но по причине войн и других перипетий истории эта традиция была забыта. Но в этом году возобновившись, подарила заряд положительных эмоций брещанам и гостям города. При строительстве, естественно, мы вдались в исторические подробности. Когда-то на месте этого здания находились еврейские торговые ряды. Когда-то улица называлась Миллионной. Это в конце 19-го, начало 20-го века. Поэтому мы решили назвать свой торговый дом Миллионный. Искушенную брестскую публику конфетный дождь удивить смог. Жители Бреста, никогда не бывавшие на подобных акциях, оказались сообразительными и взяли с собой зонтики. Таковых оказалось не так уж и мало. В результате вся толпа буквально утонула в зонтах. Это событие станет уроком для пиарщиков и рекламщиков, так как такого количества людей не ожидал никто, даже организаторы в самых смелых своих предположениях. Очень необычное мероприятие, где собралось много людей, настроенных на позитив, на праздник. Сам дождь поразил и рассчитывали, что будет такого масштаба и настолько красиво. Организаторы хорошо продумали то, что очень хорошая картинка, очень красивая. Люди получили массу позитива. Я, наверное, больше всех. Не впервые в Бресте, но впервые на этом замечательном мероприятии, которое не может не радовать и не восхищаться вот это вот движение молодежным, которое собирает людей в центре города. Почему бы и нет? Мы приехали из Минска, мы очень рады. Общая масса конфет, упавших с неба, составила около одной тонны, а общее количество получивших сладостей с неба по самым скромным подсчетам порядка пяти тысяч. Но это были еще не все сюрпризы, подготовленные администрацией торгового дома. Ярким финальным аккордом праздника стал концепт группы «Лепреконцы». Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».